Здорово, игроманьяки! С вами Джейсон, канал Турмани Геймс. Мы продолжаем играть в Ведьмака. Предлагаю вам немного отвлечься от основных заданий и перейти к дополнительным. Хвест называется Голодные игры, и мы возвращаемся в наше владение, которые теперь преобразились. Видите, уже фасад отремонтирован. Даже стены расписали, черт убери. И мы проведаем нашу Мерлену, ту самую, тому самому вихту, которую мы раскладовали. Да, я чувствую, как силы мои возвращаются ко мне благодаря заботе Варнавы Базиля. Ты вынесла страшные муки. Рад, что смог их облегчить. Да, годы страданий. И знаешь, что было даже хуже голода. Смотреть за моими любимыми. Видеть, как мои дети стареют и умирают. У меня никого не осталось. Последний мой родственник давно умер. Боюсь, мне некуда идти. Дом большой, имение огромное. Можешь остаться здесь. Правда. Не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством, но... Да? После стольких лет страданий и голода я хочу одного. Наконец-то готовить еду, которая бы укрепляла, питала и радовала вкусом и запахом приправ. А потом сидеть за столом с остальными и есть. Если об этом ты мечтаешь, то не вижу никаких проблем. Ты могла бы помогать Варнаве Базилю на кухне? Я ел его, стряпню, он не лучший повар на свете. Ничего не принесет мне больше счастья. Благодарю. Это я тебя благодарю. Этому дому не помешает женская рука. И вот еще о чем я хотела вам рассказать. Много лет назад мой отец собирал ценные вещи для моего приданного. Замуж я не вышла, так что сокровища так и лежат. Мне эти погремушки не нужны, но вот вам. Пусть они станут знаком моей благодарности. Если хотите их найти, сходите в мой старый дом, в Трастамару. Приданное спрятано в бочке в подвале. Бочек там несколько, но думаю, вы сумеете найти нужную. Так я и сделаю. Спасибо. Никогда б не подумал, что ты после всего захочешь заняться кухней. Боитесь, что в вашем доме я буду готовить вихтову похлебку? Надеюсь, в человеческом обличье у тебя вкус получше. Можете быть уверены. Я с детства любила готовить. Бабушка моя была истинная мастерица по части готовки. Ее бык, зажаренный целиком, славился по всей округе. Но ты же была госпожой целого поместья. Хотите сказать, женщина моего положения должна иметь повара? Да, и у меня были лучшие повара. Но блюдо придумывала именно я. Они их только готовили. Уверена, что не заскучаешь без людей? Пока не знаю. Прошло слишком мало времени с тех пор, как расколдовали меня. Но пока что почему-то меня в город не тянет. Вихтен, ты заходила в чужие дома? Да, но только ночью, когда все спали. Я искала ложки. Помни, ты всегда можешь передумать. Если вдруг решишь, что хочешь уехать, просто скажи. Я бы не хотела показаться неблагодарной. Не хочу, чтобы ты оставалась здесь против воли. До встречи. Берегите себя, ведьмак. И помните, теперь вас всегда будет ждать теплая еда. Зашибись. Ну вот, видите, как здорово. Теперь мы можем отправиться на поиски сокровищ. Что-то спрятано в ее имении. Возможно, это нам пригодится. Мы разбогатеем-то вряд ли. Но пару монет, может, отыщем. Встретимся с вами уже на месте. Пока еще видно. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. В бочке приданное. Что может быть в бочке? Наверное, какие-нибудь побрякушки. А может быть, флорены лежат и дожидаются там нас. Комод. Каких тут ложек только нет. Спускаемся вниз. Да если у меня подвал уже облюбовал кто-то. Да ни хрена себе здесь ложек. Здесь стоит осмотреться. Офигеть. Офигеть. Так, ну вот они в бочке пошли. И эта полная. Эта полная. Здесь искать нечего. И эта полная. Может последнюю сразу. Простучать. Стучать. Полная. Ты эта полная. Даже стучать не будешь, да? Я так и понял. А ориентироваться нам как? Полная, пустая. Полная. Да что ж такое? Хм. Странно. А вот эта не полная. Ну да, вот 420 крон. И золотой жезл. Радости. Хорошо будет смотреться в доме. Задание выполнено. Ладно, предлагаю тогда вернуться в Тусент. И посмотреть. Ключа нет, черт не вери. И посмотреть, какие дополнительные задания там будут доступны нам. Увидимся с вами на месте. Итак, мы с вами как раз таки в Тусенте. И милая Жакетта хочет о чем-то с нами поговорить. Я хорошо вижу. Это ведь вы есть Геральт из Ривии. Тот самый знаменитый ведьмак из далекого севера. Да, это ведь мы и есть. Ох, я столько о вас слышала. Когда мастер Лютик был в Баклере, он что, не день о вас спел? Да, к сожалению, для него это обычное дело. Чем могу помочь? Видите ли, мой жених, Франсуа Олегов, торжественно поклялся, что принесет мне башку ужасающего монстра, Гротника. Ах, а он не мог просто купить вам цветов или конфет? Вы изволите шутить. Каждый знает, что любовь можно доказать только поступкам героическим, посвященным возлюбленным. Но его нет уже две недели, а посему вы не могли бы поехать и проверить, что там с ним происходит. Барышня, а вы знаете что-нибудь еще об этом Гротнике? Судя по названию, его можно встретить в пещерах. Да, разве что он проголодается. И вот тогда он выходит и идет ночью в деревню, когда все спят. Ставни выламывает, просовывает руки внутрь и вытаскивает детей из колыбели так быстро, что те даже не пикнут. Хм, подветлонный, длинные цепки руки, разумный. Франсуа говорил, что управиться с ним на раз, но он уже так долго не возвращается. Вы не поможете, мастер, а то я от этих нервов спать не могу. Я сделаю все, что могу, чтобы ваш жених вернулся живым и здоровым. Пожалуйста, подскажите только, где его искать? Я забыла, что вы есть из дальних стран и не знаете. Логово Гротника есть в пещерах у подножья Гаргона. Так близко к городу? И что, ни один смельчак не пытался от него избавиться? Пытались многие, но ни один не вернулся. Потому, собственно, я и волнуюсь. Понимаю. Мне пора. Делу время по тихий час. Итак, всего в трехсот метрах отсюда. Мы поможем девушке, я думаю, безвозмездно. Не дело брать сочайшиеся красивые барышни денюжки за спасение ее жениха. Ну ладно, давайте увидимся с вами уже непосредственно у пещеры и посмотрим, что там с Франсуа случилось-произошло. В принципе, да, совершенно недалеко от города располагается эта пещера. Боюсь, как бы чего ни произошло с этим бедным парнем. Там притаилось чудовище. Ну вот именно. Я как раз... Чшшш. А то вы его разбудите. Пойдемте со мной в лагерь. Там поговорим. Как говорите, вас зовут? Вы какого герба? Я Деральт. У меня нет герба, девиза и даже шлема с плюмажем. Я ведьмак. Франсуа Легов, как я полагаю. Меня прислала ваша невеста. Она беспокоится, что вы что-то долго не возвращаетесь. Потому что... Гротник это крайне опасное бестие. К поединку с ней я должен хорошо подготовиться. Что, прям две недели? Я медлил, это правда. Но теперь конец замешательству. Я дал слово чести и чудовище одолею. Тогда не буду мешать. Ну, значит, я вхожу? За честь! От придурок. Может, мне лучше пойти за ним, чтобы знать, что сказать потом этой самой невесте. Ну, конечно, за ним пойти. Ой, боже мой. Ладно, пойдем вдвоем. Надеюсь, тебя не грохнут. Дружище, с какой стороны у нас пещера? Дротник, гротник. И раз нагорит гротник. Нас там кто-то уже караулит. В кустах-то. Может, мы сможем дойти без происшествий? Да, видимо, сможем. Давай, дружище. Шлепай быстрее. Итак. Я слышу, тварь. Так, он побежал налево. Причем побежал так быстро. Странно. Что-то не вижу я этого гротника. Так, может, вернемся? Нет его, значит, нет. Что делать? Мы же старались. Не спеши. Осмотримся здесь еще немного. Есть колыбель. Колыбель. Это краёк, я помню, наверное. Детский, не большим успеем. Да, нравится. Эй, алло, открывай. Почему она не горит? Где я должен ее вытаскать? Янта. Роща. Как утеплиться. По-любому, это надо осмотреть. Я не знаю, что ты видишь, что ты видишь, что ты на моменту не понравится. Я ничего не знаю. Ладно, и что еще предлагаешь? Предлагаем, значит, руды собрать немножко. В сундучок заглянуть обязательно. А где наш напарник-то? Напарник, ты где? Так, где что у нас? Останки. Так, чем примамить Гродника? Читаем бестиярия. Пантеру встречали, вампиры встречали. Духи и признаки. Токсикоиды, реликты. Вот он. Случилось вождь. Случилось вождь. Внезапный ливень застал меня в лесу. Я подумал, надо найти какую-нибудь пещерку, и бы богом не угодно, чтобы я промок до нитки и подхватил насмок. Мои-то годы. Итак, я забрался в пещеру, а там меня как-то что-то зарычит, и я летел оттуда с такой скоростью, что по дороге домой вся моя одежда просохла на ветру. Так, никто не знает, когда в пещере у подножия Гогона появился боровик по имени Гротник. Боровики обычно предпочитают труднодоступные леса и редко не сдятся в пещерах. Но Гротник, похоже, предпочитает Грот, откуда и пошло его название. И чудовище получило шоку известно среди боклярских рыцарей, которые часто рассуждали о нем как о потенциальном источнике великой славы. Никто, впрочем, не ждал за славу столь сильно, чтобы встречаться с Гротником в бою, за исключением юного рыцаря Франсуа. Итак, две меритовые бомбы, масло против реликтов и знак Игни. Ну да, я уже начал потихоньку поджигать знаки, в принципе. Так, масло против реликтов. Смажем наш меч. Это что мы нашли здесь? Ну, такой средненький меч. Так, масло против реликтов. Вампиры, тварьи, призраки. Вот они, реликты. К сожалению, только такое. Но лучше, чем никакого. Так, начинаем здесь все сжигать. И тогда Гротник к нам придет. А вот и он. Встречаем ребята. А вот и наш здоровяк. Ну что, начнем наши танцы на льду. Как ты вижу. Куда ты делаешь? А к вам всем немножко. Держи. Проходим. Проходим. Вот это в башке. Блин, тут еще и цветочек. У нас все это, ребята, здесь все лучше на вашем основном противнике. Что ты меня тут пипишь-то? Где-то смешается здесь. Одинский с ним готовый. И все его прислужники. О, бля. Клянусь честью. Ты прямо же скотина была. Я благодарю, ведьмак. Вы весьма мне помогли. Спасибо. Почему ты не выбрал себе менее грозного противника? Ну, бабалака, например. Ибо... Сила монстра равна должна быть... Силе любви и... Ты краснеешь, рыцарь. Ага. Видите ли, это все моя невеста. А она вот сразу хочет под венец. А ведь мы всего два года знакомы. Так я подумал, что если присягну добыть гротника, то добуду себе немного времени. Такое чудовище убить это ведь не что-нибудь. Да, теперь я понимаю, почему ты так медленно рвался в бой. Кажется, самое время тебе вернуться в Баклер, а, блядейцы? Нет. Ибо башка этого чудовища слишком мала. Чтобы выразить, как сильно я люблю свою избранницу. Я отправлюсь странствовать по свету. Какое-нибудь другое чудовище в ее честь зарублю. Парень боится жениться. По-хорошему советую, забирай эту башку и заканчивай с этими глупостями. Вы не понимаете. Как только я к ней вернусь, пиши пропало. Она затащит меня под венец, а... Послушай меня, сражения с чудовищами — это не гербы, не начищенные доспехи, не млеющие дамы. Это работа. Чертовски опасная и неблагодарная работа, для которой ты негодишься. Ты хочешь доказать свою отвагу? Тогда возвращайся к невесте и скажи ей, что ты не готов жениться. Выбирайте выражение, мастер-ведьмак. В Тусенте и за меньшее можно получить вызов на утоптанную землю. Но вам сложно отказать в правоте. Еще немного, и я не вышел бы отсюда живым. Пора. Пора возвращаться домой. Умный мальчик. Так, а нам остается теперь вернуться к невесте и рассказать, как он храбро сражался. Она стоит скучает, а у нас для нее хорошие новости. Парень, ты жив? У меня тоже. Франсуа уже вернулся. Через неделю мы играем в свадьбу. Завтра мы идем слушать наставления молодым супругам. Послезавтра, например, куплатье. Потом смотреть свадебный зал. Я так рада. Я не уверен, что это настолько хорошая мысль. Что, простите? Его милость Легов. Как бы, он не относился к перспективе. Женить бы с особенным энтузиазмом. Мне кажется, что... Что за наглость? Прошу, ни слова больше. Возьмите деньги и оставьте меня в покое. Ну ладно тебе, я же хотел-то как лучше, чтобы ты не давил на парня-то со своей жизнью. Возьмите деньги, возьмите деньги. Ну ладно, возьмите деньги. Так, посмотрим, кто еще нам здесь готов подкрыть работенки. Ну как это водится в местные таверны. Кто-то тоже готов подкинуть нам работенку. Как продавишь ты на брюхо, так в тонах. В чем дело? А, вы может по поводу объявления. Мастер-ведьмастер. Я ведьмак. Только ни о каком объявлении не знаю. А, так я расскажу, в чем проблема-то. Может, вы и поможете. Не задаром, разумеется. Тут все дело в городском кладбище. Вопли и шум там по ночам творятся такие, что сон никак не идет. А началось все в день поминовения святого Бендера. Это я точно помню. Я с этим ходил к княжеской гвардии. Кажется, они ничего не нашли. Да кто их там знает. Может, и вовсе не искали. Так что же мне делать? Самому по кладбищу шляться. Шум повторяется регулярно? Каждую ночь. Я живу рядом и слышу все так громко, словно мне трубу к уху приставили. Ха-ха-ха-ха! Хы-хы-ра-с! Уа-а-а! Бля-а-а! А потом ё-а-а-а! Дуб-ду-буду-буду-буду-буду-буду! Вроде как медведь по комоду херачит. Да, кажется, я тебя понял. И сколько я за это получу? А сколько вы хотели бы? Не, ну кто так торгуется-то? Хотел бы я миллион. Ха-ха-ха! Многовато будет. Да что ты мне, что хочешь-то? Хорошо, шестьдесят. Идет. Шестьдесят идет? Скотт, ты жадный. Я этим займусь. Жертвы были? Никто недавно не пропадал? Или только шум и все? Ой, по счастью, ни с кем ничего не случилось. А что, думаете, это какое-нибудь чудовище? Возможно. Но с таким же успехом это могут быть кладбищенские воры или какой-нибудь бродяга. Посмотрим. Уж сам не знаю, что хуже. Чтоб там ни было, займитесь этим, мастер, побыстрее. Понял. Сейчас направимся на кладбище. Посмотрим. Как-то тут все не близко. Везде приходится добираться. Ну, увидимся с вами на месте. Вот как погода-то испортилась. Вот и дорога на кладбище. Кто-то здесь постоянно... Ха-ха-ха лает. Да, так что, ну что ж, обалдеть. Странно. Теперь вообще ничего не слышно. Твою мать, опять кто-то долбит. Звук, кажется, идет из катакомб. Так, надо найти вход. Да, действительно, кто-то кричит. Так, и где вход? Где вход в катакомбы? Кажется, здесь... Вот откуда этот шум. И кто тут кричит? Да японо, бать. Кто кричит? Дай ночь глухую. Бампиры, бурдалаки. Да нет, там кто-то подкопы делает. Кто-то там между собой сражаются или меня ожидает? Че ты рыжь ты? Че кричи? Реальнис расхищает они. Все с вами ясно. Нифига ты намахал-то? Ну что ж, вы так махаете, да сурово. Ну вот так бы сразу, да? Да, но чтобы источником шума были они. Приказ Робина, круассан с медом отличный. Что говорится в приказе? Так, похоже, с тех пор, как сильно умерла, этот малый все сшивается на кладбище, за стенами воет на луну или чем-то там занимается. Ключ от сундука. У него должен быть при себе. Что за парень? Нужно облегчить его страдания и отправить парня в озеро. Нужен ключ. Так, штанцы-то я заберу. Мечи-то я тоже заберу. Так, где-то там. У вас что, тут деньги есть? Да что ты там орешь-то? Они-то ломали где-то здесь. Так, это мне пригодится. Не души. Странно. На логово кладбищенские бабы тоже не похоже. Так, что пишут на табличке? Здесь покоится Марго де Каренте. Довольно свежая. Похороны были недавно. Луи де Карентен. Почел день поминовения святого Беннера. Хм. Звук доносился. Так, разбитый горшок. Разбитая посуда. Вот кто-то ее швырнул во стену. Не чудовищный подбищенский ворот. Просто небольшой бардак. Может, это все-таки не здесь сторона? Ну, а если не здесь, тогда где? Быть не может. Шум явно доносится из этого склепа. Ще, зайху! Мистика, мать ее! Что-то здесь не так. Надо подождать развитие событий. Ще, спрятаться, что ли, за статуей? Ну, давайте понаблюдаем. А ты только и знал, что целыми днями играть в эти карты как... как краснолюд какой-то. Тьфу! Уж всяко лучше, чем стоять у дверей храма Лебеды и бормотать молитвы с утра до ночи. Неблагодарный! Я за тебя молилась, чтобы ты сбросил с себя Ермуазарта! Вот, видать, и намолила. Услышали боги твои причитания. Вот и радуйся, что муж твой помер. А тебе чего? Здесь частная беседа. О чем вы, собственно, спорите? Не твое дело. Может, вам помочь? Не знаю, кто ты, но ты обязан мне помочь. Не желаю целую вечность лежать рядом с этим безбожником. Убери его из моего склепа! А в чем тут, собственно, дело? Это мой склеп. А эта швабра даже после смерти не отцепится, так и будет мне плешь проедать. Куда я смотрела, когда за него выходила? Ты даже собственное дитя бы в гвинт проиграл, неблагодарная ты свинья! Да было-то, сука, всего раз, и то в шутку. Но сколько раз повторять? А кто все наше имущество на статую лебеды пожертвовал? Это благая цель. Святость пророка навеки изменила бы этот край азарта и ереси. Откуда мне было знать, что они мошенники? А я не говорил и всего-то раз пятьсот! Тихо! Успокойтесь, Оба! Так, чей это, собственно, склеп? Как это чей? Мой? Фамильный? Склеп до Каринтенов? Читать не умеешь? Да! Но его выкупили у кредиторов за мое приданное! Так, пока вы тут вдвоем, мира и покоя не будет. Придется одного из вас переселить. Да! Убери его! И если уберешь, я скажу, где спрятала его счастливые карты для Гвинта. Так и знал, что это ты! Значит, мало того, что выкинешь меня из собственного склепа, так еще моими картами расплатишься! Сейчас меня кондратьей хватит! Добыли бы меня эти карты на турнире в Бельхавене, я бы до сих пор жив был! Все из-за тебя, овца чумная! Из-за тебя меня зарезали! Тебя за долги убили! Нечего меня приплетать! Мужик, ты же не станешь слушать эту старую ханжу? Кажется, я знаю, где она спрятала карты. Сам тебе их отдам. Только убери ее отсюда. Мне придется подумать. Ну, ладно. Одного из них надо перенести. Ну, что тут думать? Да не будешь ты играть на деньги! А потом добавил, не то для меня ничего не останется. Еретик! Глузо молчи! Не буду с тобой больше разговаривать! Так, давайте я ее населяю. Это я с тобой не буду разговаривать! Вынестите склепа в урну, да? Это его склеп. Пускай он азартен и так далее. Нет, подожди! Уж если ты на этом шли, подащи мне какое-нибудь приятное место. Да что ж такое-то! Ну, без разницы. Куда отправимся? Отнеси меня к могиле моей матери. Это на старом кладбище, сразу за стенами. Хорошее место, почти у самого озера. И растительность там исключительная. Как скажешь, мать. Исключительная? Можно конкретнее? Она находится под раскидистым каштаном. На надгробии начертанной имя моей матушки Мишлин Бельрос. Как же я ее не послушала? А ведь она меня так насчет него предупреждала. Двое ссоряющиеся пары призраков не дают людям спокойно существовать. Это же охренеть. Мужик, ты мне обещал гвинтовые карты. Наконец-то покой. Да уж. Ладно. Нам нужно вынести барышню за стены и похоронить ее. Не похоронить, а оставить урну с ее прахом рядом с могилой ее матери. тут вроде недалеко. Главное себе бошку не расшибить. в этом месте и говорила Маркова. И где могилы? Марка говорила, что под каштаном. Где-то здесь? Мастер-каменщик форамонт во всем свете славный реставратор дворца Баклярского. Погиб в Трешинбельрозе, в Трешинбельрозе, в Трешинбельрозе. Ну вот это она. Все, проехали. Ну и собственно говоря, наши мучения были окончены, теперь все будут спать спокойно. Эта парочка больше не будет ссориться, где же эти чертовы карты для Гвинта? Я, конечно, в Гвинт не играю, но все равно ради порядка и справедливости было бы неплохо, если бы нам их все-таки предоставили. Что-то тут как-то темно, как у жопе. Готово. Не будет больше шума на кладбище. Там теперь тихо и спокойно. Ах, ну хоть высплюсь в собственной постели. в лесе тоже стало слишком шумно. Все рут как оглашенные. Один только и знает Одрин, Одрин, как полоум. Но что там было на кладбище? Чудища, как вы и говорили? Да нет, семейная ссора. Только и всего? А в аппеле-то как? Да, что ж, жаль, что побеспокоил вас из-за такой ерунды. Вот вам тут и затрудни. Спасибо. Что ж, такие забавные задания встречаются на пути ведьмака. Но все-таки к нему-то придется вернуться и забрать. Да что вы не даете пройти-то в самом деле? И забрать карты. Я думал, что только этот парень мне. Я же не знал, что его Луи зовут. Точнее, я не запомнил, что его Луи зовут. Итак, Луи, ты обещал мне карты. Я избавил тебя от НД едливой женщины. Я вынес урну с прахом, Марго, как ты хотел. Луи, здесь? Да, мог бы и догадаться, что он меня надует. Ну, значит, поговорим по-другому. Умоляю, верни меня на место. Да, я тебе наврал, понятия не имею, где эти карты, но, но, сейчас я что-нибудь придумаю. Погоди чуток. Есть, есть такой оружейник, Трентин. Я его как-то обыграл в гвинт, а поскольку денег у него не было, он пообещал мне отличный меч, чуть ли не лучший в его коллекции. Я взыскать долг уже не успел, но ты скажи ему, что тебя прислал Луи де Курентен. Покойный Луи де Курентен. Хм, ну с этим могут быть проблемы. Но если, если... Вот, Трентин, он забойный игрок. Жена его заставила лечиться, гипноз, все такое, а теперь свято верит, что он карт не касается. Если она узнает, что Трентин по-прежнему играет в карты, тогда ему хана. Спасибо. Пойдем шантажировать кузнеца теперь. не пятница, задираем. Любимец, сиятельный княгиня. Тьфу. Лучшая сталь во всем тусэнте. Ты глянь только. Я за мечом от Луида карантена. Вот это здорово. Да, карантен о том свете. А ты ему брат или свата? Что-то он о тебе не рассказывал. Зато он мне о тебе кое-что рассказал. Например, что ты оторваться не мог от Гвинта, пока жена не вырвала тебя из когтей завтра. Такая жена просто сокровище. Вот ведь пидар. Я-то уж думал, меч у меня останется. Повешу его обратно над камином, рослу и отбросил копыта. А теперь вот выбора нет. Меч твой. Уступлю себе в убыток, но не оставляй меня сом. Дай хоть попробую отыграться. Как насчет партейки на деньги? А? А жена? Не боишься, что... У меня в доме бабы слова не имеют. Да и нет ее. Только что съехала на пару дней. К сестре своей. Вельхарен. Ну так что, играем? Мужик, я не играю в Гвинт. Нет, спасибо. Мне сейчас неохота. Нет, так нет. Я настаивать не буду. Тебе же хуже. Ладно, удачи. Ты меч ты мне отдал? Отдал меч. Ну а продолжим мы с вами в следующей части. Всем удачи и пока. Не забывайте ставить пальцы вверх. наверное, дамы, я под Joint. Все رة. Все